СЕРЫ! 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 Не пойду! Давай, давай, давай! Здарова, дружище! Ну что можешь меня взять и поздравить в комментариях? Наконец-то я взял и поборол свою лень! И выпускаю вторую обещанную часть видео про мои приключения в Норвегии! Правда, я должен был это сделать почти год назад, но лучше уж поздно, чем никогда! И да, кстати говоря, если ты еще не видел первую часть моих приключений про Норвегию, это то, как мы добирались до пункта назначения, то переходи по ссылочке в описании и посмотри, тогда тебе станет все более-менее понятно! Ну, как бы на паузу не забудь нажать, и здесь тоже лайк-то проставь, елки-палки! Ладно, погнали уже! Вот мы и выдвинулись в наш нелегкий путь! Лагерь разбит! Мы тихо отстаем от графика! Примерно на 5 часов! И мы двигаем, двигаем неизвестность! Наша следующая норвежская двоечка! И она вот там! Ну, где-то там! Как зебе, ребята! Иногда я буду прерывать, скажем так, кадры с этих невероятных красот, с этих гор, но вы их дальше-то увидите, вы не беспокойтесь. Своими вот такими вот вставочками, там где я буду вам объяснять, что, зачем и почему. К сожалению, у меня не получилось отснять тогда много материалов, но я буду вставлять то, что отснял мой брательник двоюродный. И да, ребята, у меня осталось огромнейшее количество всевозможных фотографий. Давайте сделаем такое маленькое условие, как бы и вам интересно, и мне интересно. Если хотите увидеть фотки этих невероятных гор, то, пожалуйста, или подпишитесь на Инстаграм, или подпишитесь на Телеграм. Если в Телеграме наберется 2000 подписчиков, ребятушки, давайте... Хотя нет, давайте 2500 подписчиков, то я опубликую все в Телеграме. Если вы подпишетесь на Инстаграм, и там наберется 3500 подписчиков, ребятушки, то я все фотографии опубликую в Инстаграме. Хотите подписывайтесь, хотите нет, но ссылочка, ссылочка будет находиться в описании. Ну, а прямо перед лагерем нас ждало первое приключение, которое, я заспойлерю, ну, не очень хорошо для меня закончилось. Это, казалось бы, маленькая такая речка, вроде бы воды по колено чуть больше, но не всё так легко и просто. Как вам кажется, на первый взгляд, сидя в тёплой квартире на диване или где вы там это всё смотрите, короче, давайте мы потом там. Сейчас ребята будут перейти, надо будет перейти через эту херню. Блин, вот как там перейти? Надо развиваться, бля, куда варианты. Блин, это фиксируй, фиксируй, бля. Это пи***ц. Это полный пи***ц. Это трэшовый переход через воду. Блин, не рискуй. Очень просто и очень быстро, Андрик. Это был трусный переход. Уху. Андрик, тут ты не пройдёшь. Без вариантов. Нет, без вариантов. Ну, Андрик, ты промочишь ботинки и всё, поход испорчен. Так что не рискуй. Смотрим, смотрим, дай сюда. Опа, 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 коза монстра. Ботиночки вот они в руках. Радуемся так, как будто Америку отскрыли. Смотри, Илута, молодец. Давай, Илута, делай. Хорош. Уху. Осторожно, Илута. Давай, иди. Каждая минута мы становимся всё сильнее и сильнее. То, что не убивает, делает сильнее. Совсем не холодно. Ноги вообще сейчас отвалятся. Просто, блядь. Короче, ребята. С***ница. Ай, ебать, какая она холодная, ебаный ты в рот, блядь. Нет, я уходу. Ебаный ты в рот, блядь. Просто, блядь, пиздец. Ебаный ты в рот, блядь. Какая она холодная, блядь. Твою дивизию. Твою дивизию. Блядь. Ебаный ты в рот, блядь. Ебаный ты в рот. Тёма, отойди сюда, блядь. Пошли вы в дом, блядь. Хорошо-то как, а? Вас не сгибается? Лучший сектор, блядь. Давай, иди сюда. Я уже всё, готов. Тёма, давай. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Хотели ходить? Ходите. Ёбаный ты в рот, блядь. Мои ноги, блядь. Ну вас нахер, сука, маньяки, маньяки. Ну вас нахер, сука, маньяки, маньяки. Ботинки. Так, хорэ смеяться. Хорэ, хорэ, хватит. Слышишь меня? Хватит. Хватит смеяться. Да? Я знаю, смешно. Князь лох упал в какой-то маленькой луже. Ха-ха-ха-ха. Как смешно. Но давайте я вам попытаюсь объяснить. Объяснить, а не отмазаться. Во-первых, меня к этому, скажем так, дерьму жизнь не готовила. Это во-первых, да? Во-вторых, я не особо хорошо подготовился к этому походу и купил, мягко скажем, неподходящую одежду, неподходящий портфель. Я не купил этих палок. А я в первый раз в жизни узнал, зачем эти палки. Ну, насчет них я потом вам позже объясню. Вот, казалось бы, маленькая речушка, воды там не так уж и много. Ну, сука, там такое течение. И когда ты переходишь это все дело босиком, и ты идешь без этих палок, которыми можно было держаться, то удержать равновесие, в особенности, когда ты такой жирный, как я, и высокий, достаточно сложно. У тебя еще за спиной портфель, и ты еще в руках держишь селфи-палку, пытаешься для вас снять какой-то контент. Понимаешь? А на селфи-палку очень трудно упереться. Ты понимаешь, в чем проблема? И как бы вроде это все легко, вроде ты там как бы идешь, но там внизу острые камни, а где не острые, так скользкие. И тебя вот, казалось бы, по колено воды, но тебя это сносит. А ты идешь босиком, скользко, и сейчас тут холодно. Вот, и тебя это сносит. И одна маленькая ошибочка, и вся ты вниз башкой летишь в воду. Короче, весело было. Но еще раз напоминаю, это буквально первые 10 минут, скажем так, далеко не легкого похода. И мне вратильник, когда говорил, какую обувь покупать, говорит, купи хорошую. Главное, не намочить ноги. Потому что если ты намочишь ноги, то будет все. Будет вот такая вот попа, да, будет, да, если ты намочишь ноги. И князь, короче, весь намочился. Штаны, обувь, ноги. Вот прямо в начале похода, вот прямо вообще огонь. Вы же они наобувь, ноги. Да. Так, ребят, короче, обувь промокла насквозь, когда я упал. Воспользовались лайфхаком. Пишите в комментариях, что за лайфхак. Это жопа. 50 метров от лагеря. Ну давай. Пусть проклят тот сень, когда я писанулся на это говно. Я устал, я хочу домой. Ребята, я вам честное слово говорю. Когда это все закончится, он будет сидеть в теплом доме, в теплых носочках. С нормальным уровнем тела он будет радоваться и говорить, что он хочет сюда еще. Это будет только через часок. Мы, Team7, только с нами. Пишем колокольчик, все дела не знают. Пип-пип. Итак, трэш-поход объявляю удачным. Но это только начало. Нам еще долго-долго идти, но мы уже имеем двое промокших ног. А почему? А потому что, когда переходишь реку, надо быть внимательным. И чтобы руки были свободные. Это раз. Вторые мокрые ноги. Это короткие соломон ботинки. Ничего не имею против соломон ботинков. Но не коротких и не в такой поход. Поэтому, ребят, высокие ботинки, они реально решают. И решают, в общем, это при любых условиях. Держат стопу, не промокаешь, ничего не сыпется в ноги. Но остается только радоваться. Вот наша ведущая трио. Как ощущения, ребята? Ноги мокрые. Очень хорошо говорю. Ноги мокрые. Похлюпай. Че, это нас не пугает. Мы сильные, ребята. Мы можем все. И мы сделаем все ради того, что это говно. Да не пугай, это нам еще дальше. То есть нам не надо было вообще все эти болота бегать. Там мы надо было просто в дуряки сюда пришли. Мы, походу, одну. Твои зеленые глаза насыпаются. Итак, очередное препятствие. Что будем делать? Хрен знает. Ой-ой-ой. 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 Вот я никогда себя не считал каким-то, знаете, слабым человеком. Не в том плане, что я там могу поднять от груди 200 килограмм 250 раз. Нет. Но в плане того, что я считал себя достаточно выносливым человеком. И даже вот такой сложный, казалось бы, поход. Для меня я легкомысленно к этому относился. Потому что, ну, в свое время я по 20, по 30 километров мог пройти пешком. И как бы хоть бы хны. Вообще плевать. Все нормально. На велосипеде катался. Какие расстояния преодолевал. Вообще молчу. Но я никогда не думал, что для меня может быть проблемой просто идти пешком. И в этом видео я вам покажу, что я просто откровенный слабак, который реально сдулся, обосрался. И было все очень грустно. Я не учел одного очень интересного момента. Допустил много ошибок. Во-первых, я одел спортивные штаны, там, спортивную кофту. И наверх уже одел вот эту вот брезентовую шмотку для рыбаков. Но когда я провалился под воду, ну, там чуть-чуть, знаете, упал. Но, по сути, у меня там все штаны, ну, грубо говоря, полтела были мокрые. И это добавило веса. Плюс еще портфель. В портфель напихал всякого говна. Еды, камеру свою, ну, типа, профессиональную, да. Дрон. Чего только не напихал. Но это лишний вес. А я портфель, в принципе, мог вообще не брать. Потому что мы по таймингам не успевали дойти до туда, куда надо. Мы не делали, по сути, почти никаких остановок и времени пожрать. Или достать, распустить дрон. Где-то его там запустить. Или достать нормальную камеру. Возможности не было. И просто, по сути, я этот вес тащил зазря. Для меня это было достаточно тяжело. Ну, когда брат поднял мой портфель, сказал, да, вроде херня. Чего ты паришься? Хочешь, этот портфель возьму, да. И, как бы, тут фишечка-то заключается в другом. Что я набрал себе веса, целую кучу, да, на теле этой одежды. И даже та одежда, которая была сухая, из-за той влажности, ветра, дождя. Это была еще осень, как бы. Короче, в конечном итоге шмотки были все насквозь мокрые. И это добавляло некоторые трудности. И только через какое-то время, уже через половину пройденного пути, я додумался снять хотя бы эти мокрые, грубо говоря, штаны. И мне стало легче. А фишка заключается в том, что буквально уже через километр, я понимаю, у меня в первый раз в жизни такое, что я не могу идти. Все, у меня нету силы. Минус отдыхалка, минус сил. Вот просто ты не можешь идти. Вот это я понял. И, как бы, это было очень грустно. В первый раз такое со мной произошло в жизни. Все, как всегда, все офигенно. Паша, ты исправляешься на глазах. Все ровно, идем красиво. Товарищи, духом не падают. Масть. Сейчас многие из вас, сидя на диване, такие, да князь, князь, фиг ли ты ноешь? Да я там в походы хожу каждый день. Вообще там по 500 килограммов на спине несу. Вообще не проблема. Прямо перелетают через все ручьи. Но, еще раз напомню, я неподготовленный к этому человек. Вот все ребята, с которыми я ходил, они каждую неделю, они уже обшарили всю Норвегию. Все горы. Они там уже через такие приключения прошли. Что, мама, не горюй. А для меня это было, во-первых, новинку. И это далеко не, знаете, не пусть и трасса, да? Там, где приезжают туристы, такие по тропиночке. Такие, ой, мы взобрались на гору. Сделали пару фоток в инстаграм. Какие мы классные и крутые. Нет, это, знаете, типа такой черной трассы. Там нету тропинок, там ничего нету. Это такое не особо туристическое место. И от этого это достаточно сложное место. И в особенности для новичка, который даже не додумался купить палки для ходьбы. И я теперь понял, нахера они нужны? Раньше, когда я видел какого-то человека, там, гуляющего по морю с этими палками, я такой думаю, типа, камон, ну, что это? Да, ну, как бы нет. Когда вот ты попадаешь в такую ситуацию, как попал я, эти палки пригодились мне, братья, кандал свои. Как бы он шел без них. Он там бодрячком был. Вот все ребята, все подготовлены. А я вот лошара полнейшая, да? И как бы, короче, смотрите, дальше я забыл, что хотел сказать. Так, найден секретный спот. Это место ништячок. Прикольный заказничек здесь вообще, никого нет. И здесь реально можно нормально позапекать. Так, план банан. Планы меняются. И мы вместо той горы, ее даже не видно отсюда, она вся в тумане, в облачности. Мы выбрали путь через вон тот водопад. Пройдем по ущелью, так называемому. Мы с задней стороны зайдем на эту гору. Поднимемся наверхушечку, спустимся вниз и двинем в сторону дома. Саня одобряет? Да, блядь, мы все умрем. Сложность, елки-палки, заключалась в том, что ты не просто там по какому-то лесу гуляешь, или по грибы пошел, знаешь, там, или бруснику собирать. Нет, сначала ты прешься, вот, как лох одеты. Но это я говорю про себя. Ребята остальные были нормально одеты, в удобные шмотки, хорошие, там, я не знаю, дорогие или нет. Ну, как бы, специальное шматье, которое облегчает тебе, грубо говоря, поход. Я купил, что подешевле было. Я купил говнодавы трехкилограммовые, которые сразу намочил, они стали весить 10 килограмм. Нормально все. Но сложность-то заключалась в том, что ты сначала идешь через какие-то кусты болота. Да, как бы. А ты уже устал, понимаешь? Ты уже устал. А до горы еще сразу, а ты уже устал. Ты уже искупался там в каком-то, в какой-то речке, понимаешь? Ты идешь через какие-то болота. Вот. Потом ты идешь через какие-то камни. Потом снова болото. Потом... А потом! Бонус, короче. Просто гора, да. И ты идешь по этой горе. И как бы вот, ну, такое вот. Я, знаете, меня переполняло огромнейшее количество чувств. С одной стороны, я был злой на брательника. Потом я был злой на себя, то, что я подписался на эту фигню. Я был злой на дождь, потому что мы, по идее, должны были поехать на более легкую гору. Но все испортил дождь и поменял планы. Я был злой на себя. Я ощутил, что я просто слабак. Я к этому реально не подготовлен. Что я полнейшая лошара. Еще я упал в воду. И я был злой на себя из-за того, что я задерживаю всю группу. А там реально была команда. Вот, честно, вот я ребятам просто реально благодарен. Потому что, когда вы идете в такое, ну, достаточно неоднозначное место. И зачастую оно опасное. Я вам потом попытаюсь объяснить, почему. Очень важно, с кем ты идешь. Потому что, во-первых, я один ни хера бы не справился. Если бы там была, скажем так, другая команда, другие люди. Которые, там, думали бы только о себе. Я бы тоже ни хера не справился. И хер знает, что со мной случилось бы. Ну, там, как бы, телефоны там ни хера не ловят. Да, ребят, ни GPS, ни фига не ловят, да. И, как бы, ребята реально меня подбадривали. Помогали. Из-за меня весь поход тормозился. Потому что все шли, по сути, медленнее. Но, тем не менее, никто меня не бросал. Никто не психовал. И, как бы, все помогали. И все входили в положение. И понимали, что, сука, такой лошара-новещок. Физ неспособный. Приперся на какую-то черную трассу. Не особо туристическую. Дождь. Ветер. Капсда. Давай, Саня, чуть-чуть осталось. Поднимись на нее. Я когда туда ехал, я такой думаю, вот я и наснимаю контент. Сниму невероятнейшие кадры. С дрона. Камеру взял. Там думаю, ух, и я наснимаю. Да, потом видео будет прям огонь. Но. Но. Но, во-первых, я был реально очень уздавший. Во-вторых, реально не было времени доставать вот это вот все. Морочиться с этим. И, в-третьих, ребята, там была такая влажность. Там так фигачил этот дождь. Вроде бы он как бы был и не особо сильный. Хотя я уже сейчас не могу сказать. Но прямо из-за этого ветра тебя прямо насквозь, грубо говоря, продувало. Влажность попадала. И я просто даже боялся за технику, которая находилась, скажем так, в портфеле. Дрон. Дрон я решил вообще не доставать на горе. Из-за этого ветра. Потому что в первый раз в жизни я видел, когда у меня дрон не справлялся с ветром. То есть я запустил около лагеря, там, где еще было достаточно низко. И дрон такой... То есть было видно, что он старается. Он не может удержать курс. В Латвии, при каком бы ветре я не запускал дрон, он все время держит курс. И с ним никогда проблем не было. Там проблемы начались уже с самого начала. И как бы я просто, пока поднимался на гору, решил не рисковать, его не доставать. Камеру тоже не доставал. И просто тупо не было времени. Во-первых, мы приехали позже. Да, если вы не знаете, почему мы приехали позже, и почему мы позже развили лагерь, посмотрите первую часть видео, и все встанет на свои места. Там тоже не без приключений. Вот. И у нас не было особо времени. А нужно было успеть все сделать до того, как начнет темнеть. Потому что, мягко скажем, мягко скажем, по темноте не особо безопасно спускаться будет с этой горы, или даже на нее подниматься. А лагерь у нас далеко-далеко внизу. Вот такие вот дела, по сути. Кроме телефона, я толком больше ничего и не доставал. Серый! Серый, бля! Не пойду! Ребята, я не знаю, меня слышно или нет. Мы дошли до конечной точки, правда, не на ту гору и не на самую вершину. Потому что мы приехали поздно, и уже по времени не успеваем. Плюс я торможу. А мне пиздец, я насквозь мокрый, блядь. Я хуй знает, как я буду... Я не знаю, как я буду отсюда спускаться. Я сейчас нахожусь где-то в облаках. Короче, я жалею тот день, когда я подписался на вот это вот все. Потому что... Вот, с сегодняшнего дня я думал, что я выносливый человек. Но нет. Но, ребята, как бы я не был уставшим, каким бы я не был сам на себя злым, но вот это все стоило того, вот этих вот всех мучений. Потому что, когда я уже начал подниматься на эту гору, уже ты говоришь, значит, ааа, не могу! Да? Но виды, виды просто офигительные. Вот вам сейчас картинка этого всего, ребята, не передаст. Это нужно увидеть своими глазами. Прям невероятнейшие виды. И вам кажется, возможно, на картинке, что там высота достаточно маленькая. Кажется, там какие-то далеко какие-то ручейки, еще что-то. Нет, ребятушки, это просто высота большая. Это облака. А внизу, там, где вам такие вот белые полосочки, это не снег. Это не ручейки. Это гребаные речки. Они находятся очень... Я уже даже не могу ничего выговорить. Они находятся далеко. Они находятся внизу. И ты находишься на достаточно большой высоте. А у тебя нету сил. И если ты моментами где-то оступишься, просто из-за того, что затупил, или как бы, ну, ты все, изможден, у тебя нету сил. Ты оступился. В лучшем случае, в лучшем случае, ты там, не знаю, упадешь, там, метров 10 куда-то прокатишься вниз, там, вывихнешь или сломаешь себе ногу. А в худшем случае, ты как бы оступишься и куда-нибудь нафиг, ну, вот прям вообще конкретно, типа, минус, рипнулся, да? Потому что, ну, это там могло произойти как нефиг нафиг. Итак, что вы можете сказать по поводу сегодняшнего похода? Еще раз надо. Еще раз? Повторить поход! Еще дольше, еще выше и еще жестче. Вот туда, наверх. Да. А это, это сегодняшняя лышка. Потому что собирались мы вот туда. Да. А там даже не видно конца и края. Саша, как ощущения? Да, все. Погодка огонь! Короче говоря, мы поднялись на эту горку, но, как я понимаю, не на самый верх и не на ту горку, на которую мы планировали, потому что мы там что-то почему-то обходили, по времени не успевали, приехали позже, плюс я тормозил. Короче, все планы поменялись. И опять же повторюсь, что нам нужно было вернуться в лагерь до темноты. Или хотя бы спуститься с горы до темноты, потому что там еще от горы до самого лагеря ну, прилично идти по болотам и так далее. Но просто реально очень опасно в темноте прыгать, скокать по этой горе. Как бы можно минуснуться, и фиг потом тебя кто найдет. Короче, наверх уже подняться не успеем. Саня, пошли! Иди на... Я не знаю, как я вниз буду спускаться сейчас. А это сложнее, чем рота, я думаю, никак. Спасибо, обнадежил. Я тебя поддерживаю, как лагерь, братан. Давай, давай. Это самое. Пойдем уже вверх. Очаровательный путь домой. Что может быть лучше, чем возвращение в теплое, уютное место? Класс! Хорошее испытание, проверка одежды, проверка духа. Классно! Я очень доволен. Ребята тоже. Итак, челлендж 2! Возвращение домой! Все готовы, погнали! Иду, въеду! Воу, воу, воу! МТ-7, вперед! Покоряю Норвегию! Вернувшись в лагерь, ребятушки такие взяли, пошли там разжигать костер, кушать, наливать горячительные напитки, развлекаться и отдыхать. Но я пришел в таком состоянии, во-первых, замерзший, что-то мне вообще пить ничего особо не хотелось. Попытался что-то съесть и просто вот в таком вот состоянии трясущемся. Ну, реально, короче, промерз. Я не знаю, за чего, из-за этих ног или еще из-за чего. И пошел греться в машину. И, грубо говоря, там я остался спать. В палатку не пошел, никуда не пошел. Я там ребятушки разложили плюс 100-500 палаток. У меня был спальный мешок, мог пойти туда спать. Ну, остался вот в таком вот состоянии в машине. И, как бы, кстати говоря, кстати говоря, не один я такой. Нужно сначала один чувак пришел в машину спать. Мне сначала в машине было по кайфу. Я там разложился, мне нормально. Сначала один чувак пришел спать. Потом другой чувак пришел спать. Потом третий чувак пришел спать. Ну, пока они там туда-сюда, как бы не все в палатку пошли спать. И самый бонус был, когда уже брательник мой двоюродный пришел спать, но ему места не было, и он пошел спать в багажник, вы представьте этот вот, что там, Шаран, что ли, нет, это даже не Шаран, ну, из первой части вы видели эту машину, и, наверное, в этом видео видите, короче, маленький, маленький, хоть и семиместный, но достаточно маленький, Volkswagen, и, как бы, там пять взрослых мужиков спало, как минимум, и, короче, было весело. На утро проснулся, все, пипец, вот, то есть я вот сидел, у меня, во-первых, в машине все затекло, плюс еще со вчерашнего, то, что я погулял, то есть, а мне хотелось писать, а я из машины не мог выйти, и я руками ноги отгинал, потому что они не разгибались, короче, прям такая была попа, что я поначалу даже идти не мог, все, и вот я сам в себе, ребятушки, полностью разочаровался. Утро. Всем пись? Оно жестокое. Я очень жалею, что я писанулся на эту авантюру, потому что у меня нет сухой одежды. Не жалуйся, первый блин комом. Я поеду обратно вот как-то так вот. Прикольно, да? Как раз, как раз распогодилось. Ну, типа, а что распогодится вчера, когда мы шли в горы? Лучше, блин, сегодня распогодится, когда мы не идем в горы. Даже тут некоторые вершины почти видно. Не знаю, как у вас на камере, но у меня очень красиво. Так поспал, что я сегодня вылезти из машины не мог, разогнуться. Жопа болит, ноги болят, все болит, голова болит. А вот там даже где-то, там где-то даже снег. Мы, короче, вчера были где-то там, но еще выше. Они ночью у костра сушили мою обувь. Вот, я вот должен был это заснять. Они сушили ее, сушили. Костер погас, они ее так и оставили под дождем. Сегодня утром прихожу, просто литр воды из обуви выливаю. Ну вот, спасибо ребятам за заботу. Пожалуйста. Это чей голос? Говорящая палатка. Говорящая палатка. Ну, ковбон, опять дождь? Ковбон, конечно. Все, короче, ГГВП. Как бы оно там не было, друзья. Как бы я там не обкакался. Как бы мне не было сложно. Но я реально очень благодарен своему двоюродному брату за то, что пригласил. За то, что дал мне испытать самого себя. За эти просто невероятнейшие впечатления. И этих впечатлений реально хватит на всю жизнь. И я реально завидую ребятам. Вот этой вот команде. Это реально команда. Это не просто какие-то левые люди. Это команда, которая друг друга не бросает. Друг друга поддерживает и помогает. Ведь они чуть ли не каждую неделю куда-то взбираются. В какие-то походы идут. И это реально круто. И ну тут можно позавидовать, друзья. Норвегия просто офигительнейшая страна. И я благодарен всем и этой горе, и этой погоде. Ведь на самом деле это была конкретная и хорошая проверка себя. Как и духом, так скажем так и физически. Я, наверное, эту проверочку не особо прошел. Но тем не менее, нигде там на седалищное место не сел. Не заплакал. Но тем не менее, я считаю, что могло быть все намного лучше. Но в следующий раз, если когда-нибудь эти проблемы, сами знаете, какой болезнью закончатся, и можно будет спокойно путешествовать. Хотя, если не ошибаюсь, в Норвегии вроде я могу полететь из Латвии. Но тем не менее, сейчас нет денег. Поднакоплю как-нибудь денег. Полечу снова к брату. И с удовольствием буду взбираться еще на какую-то горку. Но перед этим мне нужно тоже, я думаю, так потратить нормально денег, чтобы все-таки купить хорошую экипировку, хорошую специальную одежду, хорошую обувь, которая не подведет, потому что это очень важно. Хороший портфель, который тебе не будет там просто ломать спину. Да, это очень важно. То есть, все-таки на экипировке экономить нельзя. Накоплю бабок на экипировку, накоплю бабок на эту поездку. И обязательно, по возможности, еще раз съезжу на какое-то подобное приключение. Было реально очень классно. И я ребятам, брату своему, пипец как просто благодарен. Ребят, если вам понравилось, поставьте, поддержите, пожалуйста, все это дело лайком. Я не знаю, поделитесь видосом. Хотя, как бы на ваше усмотрение, ребятушки, наконец-то я все-таки выпустил это видео. Должен был это сделать год назад. Не знаю, что я тормозил. Вот это, знаете, все на потом, на потом откладываешь. И как бы так получается. Надеюсь, вы успели покушать при просмотре данного видоса. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Пожелаю вам все-таки хотя бы разочек пережить то, что пережил я. Потому что это было невероятно круто. И всех, наверное, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok